Всем привет! Рада вас, витаты, на своем канале! Девчата, сегодня я с вами поделюсь одной из своих историй работы в марафонах с сопровождением. И сразу же хочу извиниться. Сейчас я взяла, скажем так, интервью, но, к сожалению, очень плохо сработал микрофон. Что-то пошло не так, немножечко отстает голос от картинки. Поэтому заранее приношу извинения, но, к сожалению, повторно записать такого видео возможности нет. Потому что сейчас вы увидите мою Лику, подружку, и она уже уехала, к сожалению, в Чехию. Поэтому очень хотелось, чтобы вы услышали этот опыт стройности. И сегодня я с вами поделюсь своим результатом, результатом по весу. И опять-таки, я еще, честно говоря, тоже не знаю, предполагаю, что будет плюс. Сегодня среда, а это значит, что сегодня отчетный день. Поэтому, кто на моем канале отчитывается каждую среду, пишите свои результаты. А также, девчонки, кто в моих группах, также находятся, пишите свои результаты за неделю. Я сейчас нахожусь на удержании, минус 60. Скажу честно, уже более двух лет первый год было сложно удерживать результат. Сейчас уже намного проще. И вот, знаете, другой раз, если бы говорила себе, что, ой, вес растет, что делать? Я была перед этим на юбилею подружки. И, к сожалению, ой, пока разговариваю, уже и потухли весы. И, к сожалению или к счастью, был алкоголь. Я не пила больше года. Вот у меня было такое жгучее желание выпить. Поэтому, собственно, как это отразится на весе, вы сейчас увидите. Но сразу же хочу сказать, что когда у вас такое случается, если вы находитесь в процессе снижения веса, и у вас вес прыгнул, но вы при этом использовали алкоголь, да, вы должны быть к этому готовы. Во время снижения веса я бы не рекомендовала вживатый алкоголь, потому что это будет тормозить стройность, это будет отбрасывать, это будет аннулировать работу вашу за неделю или за месяц, ну, в зависимости от того, как это все происходит. Так как я нахожусь на удержании, моя сейчас цель не перейти границу, скажем, 80 килограмм, но я держу больше цифру к 77. Поэтому, вот, собственно, какой вес у меня сегодня, сегодня у нас, девочки, какое число, напишите, 20 какое-то, забыла. Но самое главное, что сегодня среда. И сегодняшний мой вес, так, ну, скажу честно, ой, 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 девочки, а что за ой, ой-ой-ой, что батарейка села? Ну, если мы увидели этот вес, который был, сейчас, мой вес, девчата, вы представляете, села батарейка. Ну, что, короче, девчата, батарейка села, и все, я не могу взвеситься. Ну, короче, будет интрига, будет интрига до следующего, до следующей недели, ну, скажу честно, вчера взвешивалась, было плюс полтора килограмма. Это на следующий день после. Ну, и, в принципе, сейчас эти полтора так и держатся, то есть задержка жидкости. Поэтому сейчас будет такая интрига. Ну, а дальше интервью с моей подружайкой Ликой. Послушайте, мотивируйтесь, и я уверена, что у вас так же обязательно все получится. Всем привет, рада вас видать на своем канале. Привет. Девчата, вы у меня спрашивали, где пропал Генея Лика. Два слова. Я сейчас микрофон даже бредил. Вот так нам будет на твои шикарные. Рассказывай, где ты пропала. Я не пропала. Я временно отсутствую со своими детьми и с ребенком, с моим самым-самым главным мужчиной моей жизни, с моим внуком, пока мы находимся в Чехии. И я вам рассказывала, что у меня появилась новая, ну, скажем так, клиентка. Жертва. Жертва. Я вас не могу назвать своими клиентами, потому что в марафоне практически становимся друзьями, подругами. Вы мне все рассказываете, как что проходит. Снижение веса – это приятный бонус. Остальное, ну, скажем так, работа ваша в первую очередь. Ну, и меня как нутрициолога. И вот Лика взвернулась, обратилась ко мне и попросила помочь. Очень просила. Очень просила. Сейчас вы видите, мы такие нарядные. Кстати, напишите, какие мы красивые. Сегодня день рождения у нашей подружки, Анночки, 50. Еще только 50. И мы собрались, и Лика даже приехала специально на день рождения. Когда ты ко мне обратилась? 29 января. Токсичная. Токсичная, 29 сичня. Почему? До этого я тебе не нужна была. До этого я справлялась без тебя. А потом я поняла, что мне уже одно и трудненько. В Чехии очень много соблазнов, очень много вкусненького, дешевенького такого соблазна. Шоколад, сырочки, всякое такое. Набрала на сладко в основном, да? Наверное. Наверное. Да, и у меня уже вес был почти 80 кг. 79,200. 300. 300, простите. Причем мой обычный вес, в котором я себя комфортно всегда чувствовала, это где-то 63-64 кг. Я в Чехии набрала, да, в Чехии я немножко набрала, а уже в Чехии набрала где-то 12-13 кг. Было в плюсе, да. Да. Уже решила, что мне пора к Лене обращаться за помощью, когда я не смогла завязывать нормально себе уши шнурки на кроссовках. Откуда ты узнала, что я помогаю? Я тебя, я тебя наставила на это. Тебя микрофонки сломила. Тебя будь ласочка. Будь ласочка. Вот так. Вот. Я ж тебе, чтобы тебя мои зрители слышали. Да. Не дай бог не запишется. Да. А откуда ты узнала, что можно повторять? Подружки рассказали. Без диет, без год. Ты, наверное, голодаешь. Я тебя кормлю, ты голодаешь, да? Нет. Нет. Вообще не голодаю. Я, насколько сытая, ты мне написала меню на 4 приема пищи, я наедаюсь с тремя. Ну, мы перешли потом уже постепенно, для того, чтобы уйти от шоколада, от поджора. Я очень резко отказалась от всего, от ненужного. От алкоголя я никогда не злопотребляла, но как бы в компании никогда, ну я не отказываюсь от алкоголя, так скажем. От сладкого отказалась полностью. Ну, а во время стройности, давай сейчас скажем, сколько у нас минус, 29 сентября, минус 10 килограмм. Вот сейчас в Украину как раз приехало, минус 10 килограмм. Я показывала инстаграм, инстаграм лика, ура, 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 минус 10, то есть фактически полтора месяца, да? Ну, грубо говоря. Меньше? Нет, 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 полтора, полтора. Ну, 29 сентября, так, так, так. Так, скажи, вот ты говоришь, я отказалась полностью, но когда ты снижала вес, тебе хотелось сладкого? Нет, нет, я себя так настроила, что я этого всего наелась, так скажем. Переела, наверное, просто и не хочется абсолютно, даже пробовала с кофе кусочек черной шкалатки. Не зашел абсолютно, не захотелось, не повторяла. Положа руку на сердце, клянусь, не ем. Какие были, были какие-то сложности во время снижения веса? Там вес постоянно уходил или... Бывало такое, что какая-то задержка небольшая была. Были плюсы, когда я пошла в спортзал. Меня меньше дочка потянула еще плюс в спортзал. И когда только начала ходить в спортзал, немножечко пошли плюсы, там плюс 200, плюс 300 грамм. Но потом пошло уже, все нормализовалось и пошло дальше все на минус. Я вам по секрету скажу, она мне говорит, Ленка, я честно не журала. Я не журала, честно, честно. Она прислушивает, давай, я буду шутать. Лен, ну я не ела, я не косячила. И у меня плюс. Вот в этом моменте тоже очень часто девчонки сдаются и думают, что это я лишнее ем. Начинают рот закрывать и продолжала так же ем. Да, да. Я подтянула к себе, вернее, ко мне подтянулась моя старшая дочка. Ей так это все понравилось. Она видит, что я готовлю все то же самое в принципе. Съедобное, замечательное и порции достаточные для того, чтобы наесться. Ну, наверное, сейчас скажут, мне очень часто пишут правильное питание, очень дорогое. Я тебе, наверное, расписала питание, где были канделябрики, где были рябчик в ананасе. Что у тебя было в рационе? Нет, нет, что у меня, курочка, телятина. Я, можно сказать, я телятина не очень люблю, я люблю курицу. Я делаю курицу, я не ем картошку, я макароны, хотя были макароны твердых сортов, да, я их, ну я не люблю. Я люблю овощи, я люблю капусту квашеную, я люблю брокколи. В принципе, меня это меню устроило полностью от этого. Но самое интересное, что и семья перешла, и внук, и внук. Да, 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 и ребенок тоже ест, и он говорит, ой, это все съедобно, это все вкусно. Еще в самом начале, как только я начинала, и оладушки мои, и вафельки делали. Да, 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 да. Он даже ел, он даже ел твои сырники. Ничего себе. Да, на овсяной муке. Да, ел. Ну что ты хочешь пожелать девчонкам, которые сомневаются, которые думают, что это невозможно, что это нереально? Вот пожелай моим зрителям. Это все возможно, главное верить в себя, настроить себя, сказать само себе, да, я уже к этому созрела, я хочу этого, я хочу это сделать для себя, не для кого-то, я хочу это сделать для себя. Да, и работа, плюс работа, там многие девочки, которые у меня, вот я общаюсь с ними, ой, да, ты похудел, говорю, да, на 10 килограмм уже. Ой, там у меня работа не позволяет. Я работаю в Чехии в ресторане, на кухне. А там запахи все вот идут. Запахи, соблазны, да, опять-таки я должна там попробовать что-то на вкус, там продегустировать. Я уже приловчилась к этому всему, не мешает абсолютно работа. Да, если ты хочешь, действительно, работает. Ты с тобой брала судочки или сделаешь? Да, 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 да. Если я знаю, что в меню есть что-то такое вкусненькое, я беру себе покушать что-то из ресторанного меню. Да, 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 у нас очень хороший шеф. То есть это не панацея, что только то, что ты приготовила. Можно всегда выбрать, можно всегда найти альтернативу, найти замену. И, ну, это отмазки, я считаю, да, когда говорят, ой, это я не могу, это дорого. Я тоже поначалу сама себя отмазывала, думала, не смогу в ресторане, очень тяжело. Нет, нормально. Главное себя настроить, сам захотеть, просто захотеть. Просто захотеть. А цель какая? Сейчас у нас с тобой 60 сколько там? 69-300. А к какому весу будем идти? Ну, я себя всегда замечательно чувствовала в весе, ну, я же говорю, 64 килограмма, вот. А рост у тебя? 164. 164. И еще я хотела, чтобы ты рассказала такую интимную деталь. Да, 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 ну, я могу закрутить. Когда она, Лика, мне писала, говорит, Ленка, ты представляешь, у меня пропали бока. Да? У тебя меняется качество тела. Вы представляете? Вот эти, знаете, у нас вот сзади там есть вот эти, как они, систики. Крылышки. Крылышки. У меня их никогда в жизни не было. Ну, я же тебя знаю. И когда я в один прекрасный момент увидела, что они у меня появились, у меня стало очень-очень... Печально. Не по себе, да. Думаю, боже мой, у меня их никогда не было. Зачем они мне нужны, мне они не нравятся. То есть я смотрела на свой животик, которого у меня тоже никогда не было. Он меня не так расстроил, как расстроили меня мои крылышки. Сейчас у меня их уже нет. Нет, то есть вот я почему Лику говорю, давай, надо, вот, действительно, ты обратилась, значит, это уже крика помощи. Когда она показала свой маленький миниатюрный животик. Насколько я его помню, у нее никогда его не было. Она мне звонит, конечно, это такие интимные видео, я его записала. Я обязательно его как-нибудь покажу. Предательный. Ты бы не обещала. Я, конечно, была, ну, шокирована, потому что, ну, насколько никогда у нее этого нет. А и живот сейчас, ну, практически... Нет, сейчас нет, 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 сейчас все замечательно. Да, все просто замурчательно. И еще, между прочим, благодаря спортзалу у нас включается и орех. Да. Потому что, да, вот это такая гордость наша женская. Да, это, за это за спортзал, спасибо моей меньшей дочке. Она меня потянула, она меня делает, я так люблю поспать утром, выходной день. Она уже в 8 часов утра ко мне стучит. Все, раздевайся, пошли. Ну, а надо ли меня, надо ли ее подключать к спортзалу, все вот эти моменты? Ну, мне, я думаю, помог подтянуться. Я привыкла, я... Качество тела меняется, поэтому, если есть возможность, вы построенеете без зарядок, без ничего, достаточно ходьбы, но, тем не менее, если хотите качество тела, чтобы менялось, то, конечно же, спортзал подключать. Но только уже, когда снизите вес. Улить это не критично, ну, да, критично, но критично, ага, да, поэтому тут... Ну, тем более, в спортзал было привычно, потому что я до войны, я регулярно ходила в спортзал, я это очень люблю. Ну, в Чехии, наверное, сама себя уговаривала, простите, что это недоступно в спортзал в Чехии, нет, все это доступно. Захотела, да. Было бы желание, поэтому ткань и спорт дадут результат. Нас уже зовут, вы же понимаете, мы сейчас на дне рождения, но я ее выдернула, и пошли моим гостиночкам, мотивируйся. Всем хорошего, тихого, мирного дня, я вас люблю, целую и ценую. Верьте в себя. Верьте в себя. Да, да, да. И любите себя. Пока-пока. Пока. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok